Пацаны, сижу и думаю, помощь ваша нужна. Я уже академик Курчатова спрашивал, что-то мы не можем разобраться в одном вопросе. Вот война, короче, да? Один чувак посрамил гордость России и переметнулся к украинцам. И его взяли в подвале и кувалдой замочили. И сказали, чтобы не повадно было. А в следующий раз живьем будем топки сжигать, как КГБшники делают. Ну, ага. А украинцы вот расстреляли нескольких пленных, говорят. Ну, там один не совсем сдавался, но видел, что мало тех, которые в плен берут и решил перестрелять их. Ну, некрасиво получилось, короче. И вот эта Россия так возмутилась и обратилась ко всему миру в Организации Объединенных Наций и всяких там в обществу анонимных задротов и везде. Ну, что так разве можно? Ну, посмотрите на этих бандеровцев, як они убивают наших военно-пленных. Понимаете, военно-пленных. Потому что есть вот Женевская конвенция и то-се. Если человек в плен сдался, вот как эти азовские пацаны, то им, значит, пиджак с отливом в Ялту на усиленное питание и все такое, как вот делают настоящие мужики, четкие пацаны русские. А вы, козлы вот этого украинца взяли, это самое их, блин. И вот это, ну, 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 нарушили Женевскую конвенцию, понимаешь? Когда война, и ты берешь в плен, и тем-сем, и всем-сем. И вот здесь мы с академиком Курчатовым, блин, замкнули нафиг. И сидим, блин, трезвые, как суки, блин. И смотрим, и, блин, пыжимся. И, сука, думаем, вот туточки, бляха, это самое. Ну, Киев за три дня хрен с ним. Ну, это, нету войны. Войны нету вообще. Есть спецоперация, есть там линия соприкосновения. А тут-то военно-пленные. То есть войны нету, военно-пленные есть. Вот, сука, блин, помогите понять, помогите. Раннее утро, солнце в зените. Идем на прогулку. Нихера себе, смотри, кто там на столбике сидит. Шо робите, а? Спецоперационщики, блин. Весь овес у меня раз в спецоперации, блин. Шо надо? Тетя Оля вычислила, значит, того чувака, который из леса к нам бегает. Бели-бели. Под деревом, говорит, там тусовался и с черным, с нашим, якшался. Вот так они, блин, это. Потом, значит, всякие толерантности появляются, елки-палки. Далматинцы. Ну, а я у вчера иду, так весь заспанный такой утрочком. А тут с этого дерева так рябчик полетив в лес, влезь туда. Ага. Ну, я такой смотрю, смотрю. А вон он и смотри. На кустиках. Шо вон и родать, а? Красавцы, где они? Ну, короче, они в меня влюбленные, вот так скажем. Хоть я козел, но все равно они меня уважают. Ага. И я тарашился, тарашился на это дерево. Уже прошел с него херах, и шо один полетел. Ага. А потом это, обращиваюсь назад, а там где-то гур-гур-гур-гур, там что-то разговаривает, ругается тоже, эта кополуха. Ну, а потом это вечер, короче, такой, совсем уже это темнело. Я пошел. У меня один джигит, этот заяц, короче, домашний сбежал. И на улице живет. Их было два. И я открыл такую клетку, и там ставлю корм. И вот один туда забежал как-то неделю назад, я потом это его раз, и другие двери открыл, чтобы внутрь, короче, сюда. Теперь он здесь внутри живет. Здесь они в безопасности, их никто не может скушать. Ага. А тут еще на улице. Ну, и смотрю, в ту клетку рябчик зашел, и не может выйти, потому что сетка вокруг, и сверху тоже бьется, бьется, бедняга. Ну, я его поймал культурно так, и вынес, отпустил. И он так и ничего не понял, говорит. Ну, говорит, такого не бывает на свете, говорит. Все в мены вбывают. Что ты меня отпускаешь? Ага. А когда я его отпускал, в другой так пешочком. Пошел, пошел, пошел. Вот хоть бы. У куста рябины они пасуются всегда. Вечером там куст рябины есть. Вот ребята спрашивают, можно их подкармливать или нет? Нельзя. Ни в коем случае нельзя. Никакие, конечно, там ни пшеницы, ни зерновые, ничего. Потому что это, ну, природа рассчитана. Они биллионы лет на этой планете питаются грубой, малокалорийной такой растительной пищей. Почками, видите, почки склевывают. Огромное количество поедают за день. И потом на месте ночевки находите огромную кучу просто помета. И там еще один в кустах. То есть, натурально, что 5 или 6. Ну, ягоды это поразительно. Это исключение. Хотя, когда я помню, я зверем был и охотился на них. Я находил в зобу ягодки. И даже они умудрялись, когда осень поздняя, то это где-то раскапывали и находили чернику-голубику. То есть, растительную пищу они могут кушать. Вот, смотри, сейчас мы три штуки видим. А там слева еще один или два. Прекрасно, хорошо. Это мне очень нравится. Это меня радует. Потому что, ну, многие все равно погибнут. Федот, ну ты что, и ты с нами пошел, что ли? Нифига себе! У тебя пузан болтается, как у русского олигарха, блин. Что, на туре пойдем, что ли? По снежным путикам? Ну, пойдем. Было бы хорошо, если бы снегоход проехал тогда ходить. Легче. Как тут ряпчик взлетал. Ряпчики в основном ночуют на полу. Сюда много снега, хорошо. Они могут спрятаться, но в то же время по ночам-то потом все эти звери ходят. Рыси, койоты, лисы. И популяцию прореживают. Ну, что ж поделаешь. Так устроен мех. Есть чекисты, есть бараны. Пойдем, посмотрим, что творится в лесах. Я вообще это по натуре очень жадный. Нет, давайте, короче, поговорим о камерах. Вот Саша Шапожник говорит, что надо это менять камеру. Говорит, твои уже 25 лет. Короче, мы заслуживаем лучшего. Ну, кто заслуживает? Ну, пацаны, которые гонят фашистов, те, конечно, заслуживают. А орки-то нихера не заслуживают, правильно? Ну, что я буду сейчас вставать раком и снимать для них отличные фильмы, правильно? Пусть смотрят вон отличные по телевизору, блин. Соловьевых, киселевых. А мы им будем мутные показывать. Ну, я пошел в интернет и что-то, блин, так раскачегарился. Я жадный, очень жадный. А тут это думают, что потрачу немножко денежек и купил там всякую херню. А что купил уже забыл. Ну, это, на лодках иногда бывают утечки. И там, как дурак, возишься что-то снизу, сверху, блин, как балерина одной ногой. Там заклепку держишь молотком, с другой стороны херачишь молотком. Не надеясь, что перестанет пропускать. А тут посмотрел на ютубах народ. Это паяет, блин, люменький. Такими низкотемпературными сплавами какими-то. И простыми газовыми горелками. Я пошел купил таких электродов. Потом еще какую-то херню купил, блин. И помнишь, что купил это? Пьяный был, короче, чуть-чуть. Лазер купил зеленый такой, знаете, для пилорамы. Очень удобно. Ну, показывает, где вот это. А то, блин, это начинаешь пилить, чуть-чуть вроде сниму. С тонкого конца, да? А на толстом конце выходишь посреди ствола, блин. Ну, так обидно, сука, блин. Такой горбыль уходит, блин, это, блин. Только любого коммуниста прибить бы можно было, блин. Выбросочная дрова, блин. О, умные, блин, живут там под снегами. Ага. Ну, а мужики лазер используют. Он показывает по всему стволу, где пройдет полотно, прежде чем пилить. Короче, один раз от лазерей, от лазер, чем это. Семь раз от лазер и один раз от резку, вот так вот. Ага. Ну, че, мужики, все нормально? Федот, где? Народ психует на меня, от которых меня ненавидят. Да, вот ты там зарылся, в лесах живешь, там, блин, это. Заройся тоже, блин. Вот зависть, да, человеческая, блин. Ну, они прекрасно понимают, конечно, для того, чтобы позволить себе жить в лесах, или вот мне жутко, дико завидуют все буржуи здесь, потому что я посылаю нахер их, там, телефоны, там, все вот эти примочки, знаете, морги, что-то, сё. Они тебе вдалбливают с детства, что ты не можешь жить без кредитной карты, без кредитной истории какой-то. Можешь, блин, ну, это. Хорошо ее иметь, конечно, а нет, ты не можешь жить без долгов. Вот, вот, долги, блин, до пенсии должны. Ни хера, нет, зарабатывай, покупай, не надо в долги лезть. И то же самое с телефоном. Блин, позвони мне, я хочу потрепаться, там, насчет твоей заимки. Напиши мне вопросы, и когда мне будет удобно, я сяду за компьютер и на них отвечу, потому что я сто раз на них отвечал, мне легче скопировать это. Ну, это не каждый может, потому что я компьютерное говно такое, понимаете, а людям легче по телефону. Ну, я считаю, что телефон забирает ужасно много времени, и поэтому, когда я людям говорю, что нет у нас ни хера никаких там телеграммов, ватсапов, блин, и телефонов, они это... Ну, жутко завидуют, конечно, жутко завидуют. Потому что мир стал таким нервным, скажем так. Люди искренне считают, что если тебе пришла какая-то месага, эй, чувак, что делаешь, как дела, то это надо сразу читать и надо сразу отвечать. И то есть ночью просыпаешься, подскакиваешь, где-то что-то вякнуло у тебя там хернюшка твоя. Ни хера, пацаны. Уже вышли на новый виток развития, где можно все это киты. Не надо, блин. Не все так важно. Если надо, то тебя найдут, тебя с тобой свяжутся. И поэтому я даже телефон снес, даже домашний телефон, ну, в смысле, это убрал отовсюду, нигде он не светится нафиг. Ну, есть пару инстанций, где, допустим, налоговая инспекция, там вообще это нельзя, типа, без телефона. Ага. И... Ну, и жизнь намного лучше, потому что, блин, всякая параша. Звонят, там что-то втюхнуть ей хотят. Короче, хороших новостей никогда нету по телефону, и никто не звонит, и тебе что-то, ну, это... Только что-то кому-то надо. Поэтому нахрен. Ну, и поэтому... То же самое с жизнью в лесу, знаете. Не то, что это нереально, не то, что трудно, многие не выдерживают, или почти никто не выдерживает. Я пересекался с людьми, вот, со старожилами здесь. Один мужик прожил на трассе, у него бизнес за полтора миллиона. Вы его знаете некоторые. Он почти продал его уже. Составился, на пенсию шел. У него и вертолеты, и экскаваторы, и всякая херня, блин. Он говорит это, просто это, люди не могут здесь выжить, потому что в голове у людей начинается непорядок. То есть это удаленность от цивилизации. Ты ее никак не ощущаешь в своей жизни физически, а только ментально, мысленно. Вот у тебя в мозгах, ой, я хрен знает где. Вот здесь никого вокруг нету, и то, и все. Ты в городе, если ты самокрякнешь, блин, то тоже тебе два часа будет до госпиталя куда тащить. Ну и такое бывает раз там в тысячи случаев, а люди почему-то любят такие примеры приводить. Ну, так что минусов от жизни в лесу, конечно, никаких, а плюсов, сами видите, какие. Мало того, что я с рябчиками обнимаюсь, тут и с зайчиками, и со всякими лосями, и рыбалки, и то есть... Ну, просто когда живешь в раю, короче, люди ездят в эти раи там отдыхать, платят большие деньги там за домики, то есть все. А ты постоянно здесь живешь, ягоды, грибы и все такое. Это огромное привилегия, конечно, не каждый может себе позволить, и поэтому они психуют. О, да, грибы, 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 грибы. В интернете и, ну, честные новости, нормальные новости, да, а не какую-нибудь там грибы, грибы, сваренную кремлеботами. Ну, как-то так. А теперь вернемся к камерам. Саша, блин, сапожник, я пошел, посмотрел вчера, блин, это. Ну, хоть пьяный-пьяный, я тут сразу протрезвел, блин. Ёлки-палки. Моя камера самая крутая еще. После этого никаких других таких не выпускали. Выпускали всякую хрень, знаешь, там, карточку, симку там, или как вы их называете, втыкаешь. То-сё там. У этой зум такой, что, блин, там на Луне видно, что ни китайцев нету, блин, а вот это, что Армстронг оставил там кусок люминтия, чтобы он отсвечивал. Мы же потом туда лазер посылаем, и когда лазер вот возвращается эхолотом, мы знаем точную дистанцию, расстояние до Луны. А вы как думали? Не присаждались они там. Там уже, блин, опять этот, блин, следующий корабль уже, блин, вокруг Луны херачит. НАСА сказали, что в следующий раз он с пилотами полетит, а в 30-м уже там будем жить, блин. Пока, блин, эти орки, блин, за Донбасса херачатся. НАСА, блин, Луну оккупирует. Динамит, ну что ты будешь сейчас срать передо мной, что ли? Ага. Ну, и вот эта камера, значит, зум у неё охеренный. У неё внутри есть hard disk drive. Понимаете? Потому что это не карточки какие-то туфтовые, а хер знает сколько тут терабайтов, блин, да? И это, ну, с помощью USB, конечно, и то, и сё. Ну, короче, ну, и крышка такая, так открываешь сбоку и смотришь, там в окошке, как на телевизоре, чейная харя ты снимаешь. Ну, 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 короче, самая прогрессивная камера, блин, хрен укупишь это. И нафиг бы я это самое покупал хуже. И знаете что, блин, это тысяча с лишним рублёв, да ну нафиг, блин. Смотри, тени, как красиво. Здесь я как-то в один год был хороший, этих сморчков, блин, пойдёшь, наберёшь на жарёху. Такой кайф. Так что, пацаны, давайте будем использовать эту камеру. Просто надо взять героический такой жест сделать, достать эти, ну, вот на палочках вата есть намотана, которую там уши чистить, ноздри чистить. Или не знаю, что там орки себе, перед тем, как кандыровцы их изнасилуют, может, себя они анал чистят. Ну, это вот, взять вот такую штучку, это поплевать на неё и хорошо протереть линзы, и всё будет нормально, она будет снимать, как ой-ой-ой, блин. Красиво, да? Потепление обещает, пару дней, вплоть до нуля температура, вот теперь. Красавцы мои, смотри. Ну, а ещё я не выразил такую мысль, что главное, наверное, вату всех этих рабов бесит понимание того, что они бы никогда не смогли жить так, как живу я. Ну, где-то удалённо, ну, потому что рабам надо работать всегда, они зависят, они полностью зависимые. От общества, правильно? А чтобы ты мог нагнуть общество, чтобы общество приходило к тебе, а не ты к ним. Как сказал мне один молодой человек, где его, говорит, это про вас, Макаревич, сказал, что надо нагнуть мир под себя. Смотри, зайцы там, что-то, блин, веселятся. А вот здесь вот рябчик вот сюда вот залетел. Блин, я ставлю вот живу ловушку на зайца, который живёт диким на улице. Шайтан такой. Блин, они его притесняют, гоняют, потому что этот серый девочка, наверное. А поэтому ему не нравилось среди них. И он удрал. И вот здесь рябчик бился, я не мог никак не это... И оказалось, тут чёрный зайчик сидел. Так обидно, если бы я его засёк вовремя, я бы эту дверь закрылась, если первую, а открыл бы ту, и они все туда рассадят, и всем всё хорошо. Да, поэтому, ребята, это жить в лесу, далеко от цивилизации, это огромнейшая привилегия. И для этого нужно не счастье, конечно, и какое-то невезение, не какое-то, а нужно много и сильно работать. Одна из больших задач, конечно, это хорошо владеть языком, учить язык, чтобы в этом обществе раствориться и жить, и быть как дома, и даже круче, чем местные. Ну, и второе, конечно, иметь мозг. То есть нужно его развивать, нужно получать образование, учиться. И поэтому я вспоминаю с содроганием, когда я, будучи учителем, ходил по домам по вечерам ещё там, ваш ребёнок не был в школе, или ваш ребёнок не учится, а оттуда вываливается полупьяная, полузаспанная харя его папы, который тебе трындит, что мой ребёнок за одну осень на уборке заработал больше, чем ты за всю жизнь, или за весь год там в школе. Ну, так было прекрасно быть столеваром или хлеборобом, блин. В упрёк врачам и прочему говну интеллигенции. Ну, теперь имеем, что имеем. Груз 200, чёрные мешки. Крым наш. Ура за Путина. А вот это вот рябина. Ещё есть ягодки. Ну, все её кушают. Все слетаются. Поэтому, рабы, не рабщите. Никогда вы не сможете так жить. Выходить в леса, где ходили чингачгуки и семиолы, и громко кричать, и чихать, и разводить белых голубей, и не работать ни на кого, а только на себя. Поэтому злитесь, завидуйте, и сходите на дерьмо, и продолжайте гибнуть за веру царя и Отечества. Вот это один из моих любимых. Он меня так прикалывает, потому что он натурально похож на дикого. Как они летом, да, у них раскрас такой. Вот здесь, раньше же у нас были и овцы, и козы, я для них как-то делал. А теперь зайцев держу здесь. Мне нравится, что они здесь защищаются. То есть они сами заходят, когда хотят сюда. Ну, так, это лосиные рожки. Ну, это я уже не снимаю почти прохоту. Вон там еще видно лосиные рожки. Ну, когда надо, добываем. Просто это, чем меньше афишируешь, тем толще и шаг. Ага. Так что я включу камеру, чтобы посмотреть вот с вами. Я хочу показать это у нас такое, вот здесь, конечно, настоящие, это заячья пазенда здесь. Кубы и ходы такие есть, и там дальше, и это... Ну, тогда и коза, это как облин, елки, бабки, это сова, сова рогатая, ушастая не может взять. Ну, и так они везде распределены. Вот черненький. У черного плюс в том, что солнечные лучи его греют, конечно. И зимние, и осенние, и весенние. Смотри, как они отожрались. Они как орки, блин. Так. Давай пойдем здесь, сыпнем. Да, зачем включил камеру, посоветоваться хотел. Посоветоваться хотел. Серьезный разговор к вам есть, ребята. Говорю, что ты, что ты, это ручная, это мне индейцы привезли. Говорит, тут на задчике есть мальчик. Возьмете? Говорю, возьмем, выпускай, люди добрые. Этот мальчик, я вам уже говорил, блин, два помета крыльчат принесли. Шо бы ты без нас, блин, русских сволочей тут, или каких, блин, не этих самых, блин, ну не казахи же мы, кто мы, блин, российские иммигранты, блин, беженцы. Шо бы ты, робу, а? Представляешь, орки бы пришли, да они тебя бы вначале изнасиловали, а потом бы съели, блин, ну, так, все на что-ли кинуть? Блин, так мы никогда не дойдем. Я хотел спросить у вас что-то важное, серьезное, елки-палки. Это вот это, пытался тоже, нас, где национализируют, там что-то черное такое, решил плавиться над нами, блин, бьется теперь. Кто, короче, с этими самыми придет, с такими геморройами к нам, кто-то, как геморрой мчает. Смотри, они везде, эти зайцы, блин, хватит, может их разводить, чел, как дебилы, блин, одни зайцы, кругом, блин, надо волков разводить. Короче, хотел посоветоваться, ну, просто переехать, жить в красивую страну, это не значит, что будет красиво, что будешь жить красиво, правильно? По-прежнему будешь рабом, ну, что тебе там, ну, лопату, молоток доверят, ага, и будут, как этого, ущербного, до тебя смотреть, ну, может даже жалеть, ага, вырваться из этого, замкнутого круга, конечно, легко, получить хорошую специальность, и хорошо выучить язык, и прочее, но, опять же, возникает другая проблема, и потом ты находишь отличную работу, работаешь, и с возрастом ты начинаешь замечать, что весь мир просто полон идиотами, то, что по молодости, да, ура, старшина сказал, все, значит, ползком под табуретками, под кроватями, там, уголки набьем, портянки намотаем, то все, а с возрастом понимаешь, что они дебилы просто, и что если бы ты был, то ты был лучше гораздо, эффективнее все, и у моих многих друзей это очень сильно колбасило, и где-то, когда после 40 лет, мы все рассосались, как-то разбежались, кто-то открыл свое дело, там, между прочим, меня поразило, канадцы, множество, множество моих друзей, такие неглупые ребята, здесь выросли, они все пытались открывать много разных дел, и всегда пролетали, 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 поэтому не так это просто, поэтому я стиснув зубы, смотрел, смотрел, 10 лет держался, прежде чем свалил, другие ребята по уходили на руководящей должности, что тоже в принципе легче, потом, ты хоть и дурак, но ты руководитель, правильно, я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак, ага, ну вот такие вот факторы, и, ну опять же, найти свое, там открыть свое дело, работать на себя, это все красиво, все хорошо, ну, требуется масса усилий, чтобы найти такой метод, где можно как меньше работать, как можно больше зарабатывать, и не то, что я помешан на деньгах, ну просто всегда, знаете, все изобретения в нашей жизни, они в принципе, обусловлены ленью, все, что мы изобретали, это для того, чтобы работать меньше, выполнять работу быстрее, как-то так, и я тоже это, ну просто так, на досуге думаешь, а что бы там замутить такое, ну вот находишь, ну как в этом году, там, блин, пойдешь, там, грибов набрал в день на 500 баксов, и хорошо, блин, ну такое же не всегда, правильно, ага, здоровье, все равно тоже нужно, я постоянно думал, и вот я придумал, пацаны, вот хочу с вами посоветоваться, помимо всяких, многих, так, разных других проектов, самым главным, моим таким, на пенсионный возраст, был проект, поставить заправку, заправку без людей, где люди могут заправляться, и днем, и ночью, потому что мы живем на автотрассе, расстояние этой трассы, длина 300 километров, люди натурально просто помирают иногда, вот буквально на днях пару человек заезжали, просто пофигу, сколько там, 100, 200, 300 баксов, главная заправка, и я поехал, один был начальник, это большой, как там, майн, майн, здесь называют шахты, постоянно заезжает, между прочим, и вот у меня был такой план, поставить такую заправку, значит, и просто рубить капусту, то есть это, ну, и потом будет трудно, конечно, надо по утрам вставать, пьешь кофе, открываешь свой там этот, как называется, аккаунт, блин, банковский счет, и смотришь, это деньги, считаешь, считаешь, это трудная работа такая, когда вот ты уже старенький, альцхаймер, шучу я, но такой был план, он был довольно реальный, я уже всех заколебал, всех, прямо весь личный состав, Канадастана, блин, и этого США, Астана, блин, ну, сука, знаете, это 68 тысяч, самую дешевую предлагают, и я уже почти что готов был, поставлю, блин, что, а сами поедем на юга, там, или куда, отдыхать, нафиг, а, теперь смотришь, такой прессинг отовсюду, ну, прямо натуральный, там, Калифорния, и канадцы, там, что, к 30-му году, или к 35-му, вообще, бензиновых автомобилей не останется, и, ну, ясно, что нефть еще будет, и горючее будет, и очень много технологий будет на них, но, у меня-то речь именно об автомобилях, и о заправках, о таких, и вот, инвестировать вот такие деньги, да, и шобы, блин, это самое, все это накрылось, как-то медным тазиком, как-то неуютно, вот как вы думаете, ребята, стоит, не стоит инвестировать в эту отрасль, стоит, значит, устанавливать такую заправку, ну, потому что там электроника, типа, маторборд, интернет, то, все, блин, да, это, потому что они тебе предлагают, там все на свете, конечно, все bells and whistles, там это, и кредиткой, и хериткой, и мозгами можешь рассчитываться, и чипом в жопе, но, но, блин, ну это, ну если, блин, бензиновые автомобили перестанут колесить по нашим джунглям, что мы будем робить, а? Вот скажите, стоит или не стоит такую заправку устанавливать? Смотрите.